Что такое молокомат? Кто станет экспертом Чебоксарского экономического форума? И на каких условиях можно отведать яблоки? Сегодня журналистам рассказали о программе Дня Республики в столице, экономический форум, фестивали фейерверков и народного творчества и конкурс «Русмастеровая» – главные события праздника. Денифат Агирова с подробностями. Пресс-конференции, деловые встречи, выставки пройдут на 19 площадках столицы республики 20 и 21 июня. В форуме будет участвовать более 200 иногородних участников, в том числе представители 27 регионов России и 7 иностранных государств – Израиль, Великобритания, Тунис, Чехия. В рамках форума планируется подписание ряда значимых для республики соглашений. Так, сегодня будет подписано соглашение между Кабинетом министров и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». Также планируется к подписанию соглашения о сотрудничестве с технологической платформой технологии экологического развития, что как раз очень соответствует тематике этого года по защите окружающей среды. Также в рамках форума пройдет бизнес-саммит по проблемам выхода предпринимателей на внешние рынки. Модераторами станут такие известные экономисты, как Михаил Хазин, Михаил Делягин, профессор Оксфордского университета Джон Нетинг. В межрегиональной выставке «Регионы сотрудничества без границ» будут участвовать 195 компаний. Это на порядок больше, чем в прошлом году. Большинство участников – чувашские предприятия, но есть гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Ешкарлы, Тольятти, Екатеринбурга и других регионов. Среди иностранных гостей – итальянские и японские компании. Выставка откроется 20 июня и пройдет на площадках выставочного комплекса «Экспо-контур». Мероприятие проводят и органы исполнительной власти. Минздрав объявит акцию «Меняю сигарету, например, на яблоки». Жителям предлагают сделать выбор в сторону здоровья и продукции местных производителей. А Минсельхоз на своей экспозиции будет менять сигареты на молочную продукцию. Менять сигареты будут даже на пачку сока. Кроме того, у посетителей выставки будет возможность провести экспресс-диагностику состояния своего здоровья. На открытой площадке перед входом в основную экспозицию будут работать 4 мобильных центра, 4 больших автобуса. В этих автобусах у каждого желающего будет возможность получить экспресс-информацию о сегодняшнем состоянии здоровья. Будет работать детский мобильный центр, взрослый мобильный центр здоровья, мобильный центр по проведению дистанциризации населения и мобильная стоматологическая установка. Как отметила заместитель министра здравоохранения, это будет непоказательное выступление врачей. В мобильном центре каждый сможет получить реальную консультацию профессионалов. Чтобы воспользоваться консультацией, стоит иметь при себе паспорт и медицинский полис. Также будет продемонстрирована работа социального калькулятора. Министерство сельского хозяйства своей экспозиции представит свои новинки. Мы надеемся, что один из молокоматов предстоит на стенде Минсельхоза. Молокомат представляет собой в кегах 200-литровых молоко охлажденное, туда поступает. И этот молокомат может круглосуточно, зимой и летом держать эту температуру где-то около 4-5 градусов тепла. Поэтому он будет стоять на улице, может стоять. И в любое время можно получить оттуда качественное молоко. Много полезной информации для посетителей выставки будет в экспозиции Министерства образования. Очередь в детские сады, школьное питание, разъяснение федеральных стандартов образования, введение школьной формы. Кстати, образцы можно будет увидеть своими глазами. Пройдут дефиле четырех швейных фабрик. Данифа Тагирова, Андрей Шоклев, Республика. Данифа Тагирова, Республика.